Так, сейчас у нас 6 часов 22 минуты. Я стартую из города Мурманск. Сегодня 5 декабря, и это переезд в Калининград. В Мурманске, в принципе, неплохая погода, минус 1 градус. Город спит, потому что это суббота, и у меня предстоит большой путь. Это 1347 километров до Санкт-Петербурга, потом порядка 180 километров до парома на Ось-Лугу, и потом машина поплывет, надеюсь, поплывет на пароме, и я полечу на самолете до Калининграда. Еду я вместе с собакой. Собака тут спит у меня в подушке, маленькая чихуахуа. И это центральная улица города Мурманска, проспект Ленина. Сейчас хочу поехать заправиться, взять кофе с собой, потому что нормально не получилось позавтракать, и поеду. Хочу проехать Мурманскую область, где-то часов до 10 постараться утра. И в идеале мне сегодня добраться до Петрозаводска, чтобы там переночевать. И на следующий день, чтобы у меня предстоял маршрут в Санкт-Петербург. Подсвеченный Кольский проспект. Фигурки всяких оленей, лосей и других диких животных встречают гостей и жителей Заполярья. Прикольно, может быть, даже символически встретился на перекрестке с Volkswagen Polo 766 номера Питерский регион. Это моя бывшая машина. Я на ней ездил несколько лет, ее продал несколько лет назад. С ней было много проблем, но, как видно, она еще на ходу. И полетела таксовать. Вот тот самый Лукоэлл. Уже 7.21, полвосьмого утра. Однако, за окном полнейшая темнота и мрак. Потому что в Мурманской области началась полярная ночь. Это значит, что солнце, в принципе, село. И в следующий раз выйдет через полтора месяца. Полярная ночь закончится с пересечением мною полярного круга. Это в Республике Карелии. Ну, где-то километров через 350-400. Погодка резко испортилась. В 8.40 я проехал Манчегорск. Дорога нечищенная, скользкая. Сильный ветер дует. И в лоб порывы снега. Практически всю Мурманскую область я проехал. Осталось 50 километров до Кандалакши. И впереди отворотка на Кавдор. Погода переменчива. Дорога тоже переменчива. Кое-где вообще не почищенная. Кое-где практически без снега. Кое-где неумеренно заснеженная. И достаточно скользкая. Плюс практически нет видимости. Хоть и 10-й час утра. Все равно сейчас ощущение, что едешь ночью. Из-за полярной ночи. Это отворотка на Кольскую атомную электростанцию. У нас впереди будет город Полярная Зория. А дальше Кандалакша и конец области. Ну вот уже на горизонте Кандалакша. И начинается такое легкое зарево. Нет эффекта ночи. Есть эффект таких сумерек. Немножко стало видно дорогу. На перспективу. Ехать покомфортней. Позади остался поворот на город Кандалакша. И впереди главный ДПС пост на въезде в Мурманскую область. Кандалакшский пост. Пост рисового контроля. Камеры. И так далее. АЗС Вега. И 92-й бензин. 46,65. 95,49,65. 9 утра. И немножко начинает светать. Двигаться становится гораздо более комфортно. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Это поселок Зеленоборский, Кандалакшский район. Тут находится Княжегубское водохранилище и гидроэлектростанция, которая находится прямо... Не так давно здесь построили большой мост. Эстакадный мост с высотой пролетов метров, наверное, 20. И все потоки транспорта проходят, минуя этот населенный пункт. Кое-где, несмотря на зиму, идет ремонт дороги. Работают экскаваторы, трактора. Проложен технический проезд. Проехал всю Мурманскую область. Впереди Республика Карелия. И меня ждет еще долгая дорога. Цель на сегодня добраться до Петрозаводска. До него 600 километров. Достаточно много. Полярный круг. Я пересек северный полярный круг. За моей спиной осталась вечная мерзлота и полярная ночь. Впереди немножко другой климат. В Карелии дорога неплохая. Она почищена от снега, посыпана. Погодные условия тоже пока сносные. Немножко пасмурно, но сильного снега нет. Плюс то, что машин пока не очень много. Попадаются, конечно, фуры. Приходится их обгонять. Это неприятно. И такая немножко плохая видимость. И пыли, и грязи от них летит много. Но бывало и похоже. Едем среди заснеженных карельских лесов. Очень красивая, конечно, здесь природа. Особенно, наверное, летом. Сейчас тоже неплохо. Хоть в Карелии и нету полярной ночи, но солнца еще я не видел. Пока достаточно пасмурно. Отворотка на Костомукшу. Живет у меня один знакомый. И вообще по северу Карелии можно сказать, что достаточно мало автомобилей, мало цивилизаций. Просто одна дорога и маленькие полустанки, деревушки и городки раскидано. Люди, конечно, предпочитают жить на юге. Время полпятого, а уже вообще ничего не видно в Карелии. Уже солнца. Его, в принципе, не было. И зарево закончилось. Еду на основании светофар. Плюс еще противный снег. Прямо в лобовое стекло бьет. Видимость, конечно, не очень. Так вот, вчера я заночевал в Петрозаводске, в Карелии. Проехал от Мурманска. Ровно 950 километров. Нашел неплохую гостишку на Booking.com. Отельчик новый, чистый, аккуратный. Все свежее. Новые матрасы, новые полотенца, не затертые. Было приятно там остановиться. Отель был полупустой. Почему недорого? Потому что находится на выезде из Петрозаводска, далеко от центра. И какая-то там вокруг промзона. Но мне все равно было. Вот. И сейчас я уже еду в сторону Ленинградской области, в сторону Санкт-Петербурга. До Питера у нас осталось порядка 400 километров. От Петрозаводска ехать, конечно, немного. И такой пейзажик не самый приятный. Какие-то хибары стоят вдоль дорог. Видно, что, конечно, Карелия не самый зажиточный регион. Хотя, в принципе, кое-где неплохие дороги, неплохое благоустройство. Видно, что достаточно много жилищного строительства в городе. Есть симпатичные здания. Видно, что акцент на скандинавскую архитектуру. То, что мне понравилось. Такой мега унылый, заснеженный пейзаж. Практически так же, как в Мурманской области. Даже в Мурманской области было пободрее кое-где. Ну что, я въехал в Ленинградскую область. До Питера 248 километров. Кстати, дорога стала хуже по качеству. В Карелии дороги просто классные. Въехал в город Ладейное поле. Традиционный постсоветский город с хрущевками и низенькими двух- и трехэтажными домами. Но в центре так достаточно еще прилично. Вторая собака тут сидит. Это что-то раскрылось-то. Вороны летают. Одинокие старушки ходят. Собаки бездомные бегают. Палатка с шаурмой. Там двух-трех одноэтажные здания. Промзона вообще жесть, но еще в центре города относительно прилично все выглядит. Это город Сясть-Строй. Дорога проходит прямо через него. Какие-то пахотные земли в Ленинградской области недалеко от Санкт-Петербурга. Не знаю, конечно, что здесь растет. Хотя, возможно, кормовая база для животных. И тут животноводческие какие-то хозяйства находятся. Потому что это далеко не плодородные земли и не чернозем. Чем ближе к Санкт-Петербургу, тем больше плотность потока машин. И на удивление вообще нет намека на снег. Хотя в Карелии и в Мурманской области, конечно, снег лежал. Я вот думаю, что так необычно, что так некомфортно себя чувствую за рулем. Отвык от солнечного света. Появилось солнце. Настроение стало лучше гораздо. И я отвык от этого в Мурманске. Мы сошли с куршрута. Тут типа такой небольшой локальный ремонт дороги. Навигатор немножко сошел с ума, поэтому... Забираю машину из порта Балтийск. Еду через 10 кпп. Просто такая жесткая бюрократия. Ну вот и все. Забрал я машину с порта Балтийск. По времени оформление документов заняло 2 часа ровно. Большую часть времени я ожидал очереди на пограничном контроле. Остальное достаточно было оперативно. Агенты транспортной компании подготовили документы достаточно быстро. И достаточно быстро я получил машину. Но все равно понимаешь по объему и размеру нашей бюрократии, что огромное количество тебе нужно посетить инстанций, различных кабинетов, различных организаций, которые друг с другом никак не взаимодействуют, не взаимосвязаны. Нужно выписать 3 пропуска на территорию таможни, на территорию склада, на территорию порта. Везде ведомственные территории. Достаточно хлопотно, хотя по факту можно было это все оптимизировать. Вот. Все, я нахожусь на пути в Калининград. И время подбить итоги. По времени машину я ждал ровно неделю, потому что была проблема с паромами. Один из паромов, он был на переоформлении документов, он продавался. Второй паром, он должен был встать на ремонт и шел на одном двигателе. Обычно из услуги до Балтийска паром идет за 36 часов. А в данном случае я ждал более трех дней. То есть больше 70 часов. Переход из одного порта в другой порт составил. По деньгам следующая картина. Отправка автомобиля паромом мне обошлась в 27 тысяч рублей вместе с временем ожидания на парковке в порте услуга. Дорога из Мурманска до Санкт-Петербурга мне обошлась в 10 тысяч рублей. Это бензин. Далее проживание две ночи в Санкт-Петербурге и ночь в Петрозаводске. 3,5 тысячи рублей. Весьма бюджетно. Билет на самолет мне обошелся 5 тысяч рублей. Это вместе с багажом и вместе с собакой летел. Самый дешевый из возможных вариантов авиаперевозок, авиакомпания «Победа». К слову, билет на меня на взрослого человека стоил 1800 рублей. Билет на собаку стоил 2000 рублей дороже, чем на взрослого человека. Все вместе с багажом пятерик вышел. Также к расходам на переезд можно добавить перевоз вещей. Вышло это в сумму аналогичную парому. У меня было порядка 750 килограмм вещей. Часть из них было помещено в жесткую упаковку. Это удорожало мой переезд. И без малого 30 тысяч рублей стало перевоз ко мне. Еду вперед.